Приветствую вас! Правильно вам очень ответила Марина Голикова, хорошо она вам расписала вашу проблему, вот. И я думаю, что именно на рекомендации их коллеги, Марина Голикова, вам и следует ориентироваться в дальнейшем своей стратегии победения. Но, я хочу сказать вам кое-что, на мой взгляд, достаточно важное, потому что, на мой взгляд, это то, чего не дотронули коллеги. То есть, знаете, вот, если бы не было бы ответа Марины Голиковой, то я, наверное, бы рассказал примерно то же самое, что рассказала она. Но, поскольку её ответ уже есть, вот, то мне, в принципе, чтобы не повторяться, да, и не утомлять вас, условно говоря, Я, значит, повторениями, я, наверное, всё-таки расскажу вот просто о том, что считаю здесь важным. Итак, вы говорите, что у меня нет собственных желаний, да, своих желаний у меня нет. Мне это очень бросилось в глаза, потому что, знаете как, вот, можно, на мой взгляд, много говорить о, допустим, таких вещах, таких историях, как, там, полюбить себя, принять себя, наполнить себя. Как, вот, сказала моя коллега, например, Марина Голикова. Вот. Но всё это не имеет никакого смысла. За всем этим абсолютно ничего не стоит. А если у вас нет эмоций, если у вас нет желаний. То есть, если вы свои желания, если вы свои чувства не выражаете. Вот. Поэтому. Вряд ли я эм сильно ошибусь. Если эээ. Вот, именно здесь и здесь и сейчас. Именно здесь и сейчас. Именно эээ. В данный момент. Эээ... Я порекомендую вам... поисследовать. Немножечко то, что именно вы себе подавляете. То есть просто вот составить такой может быть небольшой список тех чувств, которые у вас возникают, к примеру, и которые вы, опять же, к примеру, подавляет в себе. То есть мне кажется, что вот этот момент является очень важным. Начните с тех чувств, которые вы еще раз себе подавляете. Просто поотслеживайте их, позаписывайте их. Сначала запишите вообще все чувства, которые вы испытываете, к примеру, сзади. Да? И те чувства, которые вы испытываете сзади, но регулярно. Так это должны быть именно вот регулярные чувства, вот, ваши, которые вы испытываете. Какие из них вы подавляете, какие из них вы наоборот реализовываете и так далее. На мой взгляд, это очень важная компонента для обретения, ну, такой вот, такой вот, вашей самостоятельности. Потому что именно ориентирование на свои чувства является базой, является именно базой для всего остального. Вот. Значит, возможно, имеет смысл бы работать над повышением эмоционального интеллекта вашего. В этом смысле вам поможет книга Федерико Первого. Это практикум по гешталотерапии для повышения базового национального интеллекта, чтобы чувствовал, что вам нравится, что вам не нравится. Только вообще, эм, поближе познакомились к своим чувствам, поближе познакомились к своим, со своими чувствами, со своими желаниями. Вот. Дальше. Вы пишите, что мне нужно, мне нужно одобрение. Да? То есть вот, вы пишите, что, что бы я ни сделал, я хочу, чтобы это заметили. Это собственная значимость. То есть вот, ну, в данном случае, да, вы хотите просто чувствовать себя более значимым. В этом ничего плохого-то нет, конечно. Вот это нормальное, нормальное естественное желание человека, эээ, чувствовать себя значимым, хотеть чувствовать себя значимым, это нормально. Но. А есть у этого одно небольшое но. Значимым себя нужно, эээ, себя чувствовать, адекватность только в том, что я делаю для себя. Давайте, какая история. И здесь вот нужно смотреть, да, что вы, что вы, и что вы вообще делаете, эээ, какую вы совершаете активность, вот, для чего вы совершаете, ээээ, к примеру, ту или иную активность, вот, эээ, чего вы хотите, для себя, допустим, вот, чего вы ожидаете, и что получается, если вы, там, не видите одобрения, то есть что вы о себе думаете, когда вы не получаете одобрения. Вот вы говорите, эээ, значит, вот, щас, щас, вы пишете, эээ, вы пишете, эээ, так, эээ, значит, хочу, чтобы хвалили или жалели. А что происходит, эээ, если вас не хвалят и не жалеют? Что вы чувствуете, если вас не хвалят и не жалеют? Вы пишете, эээ, сделать что-то, чтобы потом самой, эээ, а у нас осталось довольность, нет. По какой причине? По какой причине? Вообще, не помню особо у себя никаких желаний делать струюлярт по жизни, как амеба. Даже не влюблял вас лет в 18, сейчас 24. Ну, начну, начну напоминать, ну, напоминать свое желание, вот. Меня отошнит от собственной пустоты поверхности, я думаю, эээ, что не могу заинтересовать кого-либо, потому что полный ноль, все мои действия пишет. Ну, здесь опять же идет обесценивание себя, это, по сути, такое, знаете, эээ, повторение всего того, что вы о себе, эээ, знаете и так. Вот, значит, вы не полный ноль, и ваши действия не полный бжиг, да, в них присутствуют ориентир на других людей, но, как бы, это не означает, что вы, прям, совсем, вообще, полный ноль, да? Вот. Так что, значит, для начала вот это вот упражнение и книга. Это для начала. А дальше уже отталкиваться нужно от мыслей о том, как вы себя чувствуете, да? Значит, как вы себя чувствуете, если вас не хвалят, не жалят, и для чего вам хвала и, эээ, жал. Вот. Я думаю, отталкиваться нужно от этого. И здесь я безусловно-безусловно согласен с, эээ, значит, своей коллегой, да, опять же, Мариной Гориковой, которая говорит, что этот процесс, к сожалению, не долгий. Это правда. Процесс этот недолг, ээ, точнее, не быстрый, не недолгий, а не быстрый. Процесс этот не быстрый. Ну вот, действительно требует, эээ, значит, ээ, ну, действительно требует, эээ, времени, требует работы над собой. Вот. Ну, на выходе, по итогу, вы получите более плотное, более полное знакомство с, эээ, с самой собой. Вот, неплохо, эээ, значит, повышаю, да, эээ, как бы, собственную полноту, анализ, ээ, сновидений. Вот. Очень неплохо. То есть, то, что вот, работать со сновидениями, работать со сновидениями, это, то, что вам может, эээ, помочь. Вот. А, ну, и, соответственно, эээ, как правильно, опять же, сказал мой коллега, что в детстве, именно в детстве у вас выработалась такая вот позиция. И вы забыли, как, как это, собственно, чувствовать, вы забыли, как это, эээ, реализовывать свои какие-то желания. Вот. Вы это просто забыли. Вот. Ну, это, как бы, всё, можно, можно, опять же, скорректировать, всё это можно, опять же, поменять, да, то есть, как бы, нужно, эээ, ввести вас в возрастную, возрастную регрессию. Я думаю, что, это вполне реально, вот, потому что вы, ну, 24 года, вы молоды, вот, всё это вполне, эээ, реализуемо, реализуемо. Вот, эээ, вот так, что из какого-то такого однозначного ответа и готового решения нет, потому что проблема, на самом деле, она системная, вот, и вы привыкли так действовать, эээ, вот. И, соответственно, нужно просто признать свои желания, да, но использовать для этого другие средства, вот. Обратите внимание на то, что вы в себе не принимаете, вот вы говорите, да, что я, там, я полный пшик, полный ноль, я не могу никого, кого-либо заинтересовать, а, здесь у вас, опять же, эээ, как бы, ну, классическая такая, привычная колея мышления, потому что, вы говорите, я не могу никого заинтересовать, а зачем, зачем, кого-то, кого-то, кого-то интересовать. То есть, эээ, нужно не заинтересовывать, на самом деле, нужно себя заинтересовать, нужно самой, чем-то заниматься, нужно себя реализовывать, вот. И, в этом смысле, эээ, начать можно с профессиональной деятельности, да, то есть, именно, вот, с эээ, обустраиванием, если можно так выразиться, эээ, своей профессиональной деятельности, реализации эээ, ее, своей, своей профессиональной деятельности, вот. И, соответственно, эээ, это будет, как всего рода, такой фундамент, да, помимо работы с чувствами и работы с эмоциями, которые у вас, ну, которые имеют место быть для вас. И, работаю с родителями, тоже, потому что, именно родители стали, ээ, теми фигурами, которые, по сути, запретили вам чувствовать, по сути, запретили вам хотеть, вот. А, значит, собственно, вот, то, что, эээ, опять же сказал мой коллега. Вот. На этом все, дамы не повторяться. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. А я желаю вам всего самого доброго и удачи. Это на лучшее. А. Продолжение следует...